Продолжаем движение Красноярск-Иркутск 5 серия. Первые 15 минут это съемка на привале в режиме парковки. То есть практически ночь пройдет примерно за 15 минут. Кому не интересен, этот фрагмент можете пропустить и перейти сразу примерно на 16 минуту. Поскольку движения нет, поэтому я отвечу на комментарии, которые поступили на некоторые комментарии, которые поступили к этому времени. Логин МЧ, но это в латинице, пишет, позорище ни одной песни на русском. Дети Петра Первого ликуют от счастья с присоединившимся к ним русофобам и либерастам всех мастей, гнобящими титульную нацию страны. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Значит, я этот ресурс «Видео дорог России» не использую для политических, геополитических дискуссий, каких-то споров, разговоров. Но поскольку видео примерно минут 15 без движения, съемка на парковке, я отвечу, конечно, позорище. Но позорище не в том, что использовали вот эти вот композиции, а в том, что по всей России, начиная с востока до запада, с севера до юга, кругом надписи на английском языке. Английский язык я называю, мягко говоря, недружественной нам страны. Тысячелетиями эта страна всегда видела в России врага номер один. И мне очень досадно и очень не нравится то, что вся страна заполнена вот этими английскими надписями. А начинается всё с того, что в школах в обязательном порядке, в обязательной программе стоит английский язык. Я не знаю ни одной страны, ни в Европе, ни в Америке, где бы русский язык изучался по основной программе. Я не призываю запретить изучение английского языка. Это глупо. Просто его нужно изъять из обязательной программы в школе. То есть уже в начальных и средних классах уже детям начинают внушать, внедрять в голову вот этот, повторю, язык недружественных нам стран. Повторю, что, на мой взгляд, необходимо удалить из обязательного перечня предметов вот этот иностранный, да не только этот, иностранные языки, а их заменить славянской буквицей. Нужно возродить славянскую культуру, славянскую бытность. Вот почему. Проводя небольшой анализ, я пришел, сделал такие выводы, значит, кириллица, русский язык, появилась в начале первого тысячелетия. Это 800 какой-то год, уж точно не помню. Более старший возраст, более старая, это латиница. Это второе тысячелетие до нашей эры. А что было до этого? А до этого была буквица славянская буквица. Сколько лет этой азбуке, я не знаю. Но скажу, что в сентябре от 2018 года славяне отметили 7527-ое лето от сотворения мира в звездном храме. То есть возраст славянской буквицы не менее 7000 лет. Сейчас идут раскопки в Омской области. Так возраст поселений славян, называются эти поселения города-реки более 40 тысяч лет. У меня есть серьезное подозрение, что славянской буквицы не десятки, а сотни тысяч лет. И вот тот громадный слой культуры, который был присущ славянам, непонятно кем, почему-то был предан забвению и вычеркнут из памяти народа. Но это все в генной памяти и что бы ни делали, все равно возрождение славянской культуры не за горами. При поиске информации о датах появления азбуки я случайно попал на ресурс под названием славянский журнал Треглав. Я просто был потрясен там в концентрированном собранном виде то, что я собирал годами по крупицам в интернете. А здесь в развернутом виде, в доступном просто потрясающая информация. Кому интересно будет, значит, зовите в поисковике славянский журнал Треглав. Он в разных социальных сетях опубликован и ссылку на этот ресурс я дам в описании. Если славяне люди второго сорта, чуть ли не звери, как сказал один духовный лидер. Можете забить в поисковике в любом славяне люди второго сорта и послушайте, что он несет. Волос поднимается дыбом от его слов и просто диву даешься вот как можно вот так говорить про славян. если как он говорит славяне люди второго сорта полузвери говорят на непонятном языке то скажите зачем нужно было славянам такие единицы времени как миг сиг я не буду называть соотношение сига и секунды вот в журнале вы сможете найти ответ на этот вопрос просто громадный громаднейший слой культуры был предан забвению вычеркнут из жизни людей это просто потрясающе не так давно примерно год назад я получил информацию о том что в государственной думе разрабатывается вроде бы находится в стадии разработки проект по внедрению в школьную программу образования изучение буквицы движение возглавляет Евгений Хюдоров депутат государственной думы он же возглавляет национально освободительное движение и вот я понял так что какая-то работа по в этом направлении ведется и лично я буду очень рад если этот проект будет реализован тогда не нужны будут ни царизмы капитализмы социализмы коммунизмы и прочие измы это принципиально новый уровень жизни новый уровень общения принципиально новая жизнь и не нужно нам смотреть в кавычках на цивилизованный запад то же самую Великобританию или Америку вся их деятельность этих стран и некоторых европейских антироссийская антиславянская и направлена на уничтожение славянской культуры славянской веры необходимо возвращаться к славянским богам к светлым славянским богам и делать то как обучают славянские боги вот как-то так пользователь Артем Дроздов написал большое спасибо за опознавательное видео знаю ваш канал еще с 2014 года а это касается ролика где я разместил видео о том что о том что советую рекомендую тем кто отправляется в дальнюю поездку но это видео уже устарело немного называется для автопутешественников и автотуристов оно уже устарело вот я думаю появится время я обновлю это видео где где будут корректировки так далее дидро пишет проверить сильно дублирует он или это самостоятельная дорога прогулки по Москве мы снимали одновременно он шел или впереди или сзади да это дублирование друг друга просто он наложил музыкальные композиции а я оставил оригинальный звук звук улицы ну и так далее так Александр написал спасибо за видео радует что от Камышлова в сторону Тюмени участком участком трассы расширена до шести полос году в четырнадцатом крайний раз по этому участку ехал все было куда печальнее да дороги претерпевают большие изменения по всей стране мне пишут многие дальнобойщики кто уже сошел с трассы что они смотрят и удивляются насколько лучше стали дороги просто сравнение никакому не подлежат да я и сам уже неоднократно убеждался насколько это какой прогресс идет по строительству дорог по реконструкции трасс ну будем надеяться когда поедем вдоль трассы где будет интернет постоянный где будет связь уверенная мобильная сейчас к сожалению сейчас к сожалению тут еще целина непаханая так на видео значит ночь подходит к концу приближается рассвет более-менее оживает место ночевки ночевки подъезжают и уезжают автомобили ну и очень резко на мой взгляд наступает рассвет считаю что съемка на парковке это очень удачный шаг но к сожалению я стал снимать это слишком поздно ну по разным причинам во-первых были другие видеорегистраторы вот там не было такого режима съемка на парковке ну и во-вторых ну просто так считаю что это находка съемка всю ночь на в режиме парковка это находка при съемке видео о трассах России можно наблюдать жизнь на стоянках ночью так ну теперь значит начинаем потихоньку движение и аудио оригинал из салона автомобиля россия Христианная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая моя, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союза вековой, Преполитанная, мудрость народная, Славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края, Раскинулись наши леса и поляр, Одна ты на свете, Одна ты такая, Родимая вода, Родная земля. Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союза вековой, Преполитанная, Утрость народная, Славься, страна, Мы гордимся тобой. Итак, всем доброе утро. Продолжаем свой маршрут. Буквально пару минут и выдвигаемся. Поехали. 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 Ехать нам осталось 500 километров Время 8.56 Местная Время 4.00 Время 4.00 3.00 4.00 4.00 Погода сегодня получше Чем вчера Хотя бы Дорога чистая Продолжение следует С правой стороны По ходу движения Железнодорожное полотно И населенный пункт Ходо-Иланская Трасса Р-255 Красноярск Иркутск Раннее утро Эфир пока молчит Большие грузы спят Положение определено Сразу нашел Пришлось перезагрузить Регистратор Потому что 20 минут ехали 20 минут он не мог определить Место положения Так, до Иркутска 475 Трасса Р-25 Трасса Р-255 Снять новогодний фейерверк Не удалось Да как М6Макс Захотел со мной Общаться Паразит 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 Риджейне Пробывал в Датакаме, замечательные ребята, должен еще раз это сказать, просто потрясающие доброжелательности и уважения. Объяснил причину, проверили, они предложили заменить на Датакам 5, но мы настояли на своем и поменяли на Датакам ДУ. И буквально через несколько часов пожалели об этом. То есть идея Датакам с двумя камерами замечательная, вторая камера пишет замечательно, но программа еще сырая и железо тоже требует доработки. Ребята настаивали, чтобы взяли пятерку, часа полтора, наверное, беседовали в офисе. Но мы настояли на своем и через несколько часов буквально пожалели об этом, потому что температура видеорегистратора поднялась до 96 градусов. И уже у самого подъезда он мигнул на прощание красным фотодиодом на Датакам и приказал долго жить. Значит, при видео-то получилось, видеозапись шла хорошо и на одну, и на вторую камеру, но вот этот скачок температуры по непонятным причинам, почему он так сильно стал греться, привело к тому, что Датакам ДУ вышел из строя. В ближайшие дни поедем, поменяем на Датакам 5, кстати, я посмотрел функционал Датакам 5, мне очень понравилось, что там отражается направление движения, очень похоже на картинку Акинори. В Акинори пишут координаты и название населенного пункта или трассы, то здесь, на мой взгляд, Датакам 5 сделано еще лучше. Там и населенные пункты указывают, направление, и очень много настроек. Единственный для меня серьезный недостаток, это карта памяти. 32 гигабайта, это кошки на слезке. То есть, это можно поставить две карты по 32 гигабайта. Две карты по 32 гигабайта. Ну, их хватает каждой карты примерно на 3,5 часа. Итого 7 часов примерно, но это крайне мало, крайне мало для дальних поездок. Так, ладно, будем думать, как из этой ситуации выходить. Скорость записи на Датакам 5 до 20 мегабит. Кстати, вот проверяя Датакам 2, там была скорость 10 мегабит в секунду. Но картинка очень четкая. Легко рассмотреть номера автомобилей впереди идущих. То есть, качество достаточно высокое. Ну, а если будет 20 мегабит, я думаю, качество будет еще лучше. Конечно, Датакам 6 Max это моя боль, это моя любовь. Но она, к сожалению, еще не доработана. В Датакам трагедия, большая беда, ушел из жизни ведущий программист, который занимался разработкой программ. Беда, конечно, соболезную родным и близким, а также друзьям и соратникам погибшего программиста Датакам. Очень печально. Кто там ломится ко мне? Это главком. Вот такую печальную новость я узнал в Дататакаме. Я говорю, часа полтора, наверное, час-полтора с ребятами беседовали, обсуждали, рассуждали, рекомендовали, советовали. Чем хорош Датакам Ду, там можно ставить карты памяти до 256 гигабайт. Две карты по 256 гигабайт. Это просто мечта. Будь на Датакам 5 хотя бы 128 гигабайт, две карты, но это было бы вообще лучшего и не надо. К другим регистраторам душа уже не лежит, и я не представляю себе съемку на другой видеорегистратор. Если вдруг, не дай бог, опять будут проблемы с Датакам 5, то думаю, что под вопросом дальнейшей съемки о трассах России очень печально, конечно, не хотелось бы этого. Ну вот как-то так. Прямо по курсу, с правой стороны, населённые пункты Щеберта, Ревершина и Щеберта. Прямо на трассе. С правой стороны, повторю, железная дорога. Транссибирская магистраль. Транссибирская магистраль. Продолжение следует... 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 Это ориентировочно километров в 80-ти от Нижнеудинска. Да, инфраструктурой трасса Р-255 не избалована. С правой стороны на разном расстоянии проходит железная дорога, Транссибирская магистраль. Временами пересекает федеральную трассу. То справа, то слева. Но тянется вдоль дороги. Временами резко уходит в сторону. Времена. 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 Продолжение следует... 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 Сибирь С левой стороны далеко Проходная железная дорога Станция Угань За ней Мы сами не пульт Котик Булюшкино С левой стороны далеко Река Курзанка Стояночка Кафе 24 часа Курзанка Продолжение следует... 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 У меня на 80 еще есть. Продолжение следует... 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 Слева Транссибирская магистрали. С левой стороны по ходу железнодорожная станция Азии Транссибирской магистрали. Тулу остался позади. Прямо по ходу с правой стороны населенный пункт. С правой стороны по ходу железнодорожная станция Шуба. И населенный пункт Широголу. 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 Скриб Berg. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...